Привет, друзья! Мы продолжаем проходить сноурайнеры на максимальном уровне сложности. Давайте вспоминать, что там было в прошлый раз. Так, в прошлый раз мы на Драмонде сдали один стэк, ещё один приготовили. Но всё это на самом деле не очень красиво выглядит, ну да ладно. Не очень красиво, потому что ближе было бы на ферму, конечно. Но на ферму надо два стэка. Надо было погрузить в телегу, отправить в Флитстар. И было бы всё намного лучше. Ну а так поедем к этому кузену Коклетосури. Сдавать ему этот единственный стэк, потом возвращаться будем. Здесь очень сильно мешает там роспуск. Он просто невероятно мешает. Место фактически занимает полезный этот роспуск. Длинных бревен мы сейчас не перевозим. Но вот этот роспуск бросить не можем. Так, туда, да? Так, на самом деле я бы его где-то здесь всё-таки сбросил от роспуск. Так, давайте подумаем, где это лучше сделать. Вот здесь, например. Подальше проедем. Вот никому не мешает. Вот здесь. Так, вот эту машинку нужно было бы с собой прихватить Так, что там нам мешается А нам столб мешается Поехали Так, давай, давай, шевелись Да, там есть какая-то ямка непонятная Так, давай, шевелись Так, ползем по грязи Так, давай, шевелись Как-то идет маршинка Не совсем Так, как я ее направляю Так, ну машинку, наверное, можно отстегнуть уже, я так думаю Так, давай, шевелись Так, давай, шевелись Так, глубокая здесь нет, вроде нет Вроде все-таки да Вроде нет Сдаем И едем дальше Надо метнуться за топливом, я так думаю Так, вот, разогнать Так, давай, шевелись Так, давай, шевелись это яма острая непонятно рекоменда скалистая какая-то фигня так зачем я буду трактор туда гнать когда можно вот эту машинку вайта вестер давай тащите бревна все равно их нам там где заправки заправки тянуть все равно придется там их сбросим то что обидно ребята то придется еще эти бревна тянуть в этот получается на дамбу даму даму нордона вот это все но мы че уехали оттуда топливо практически уже не оставалось для нормальной игры как бы было еще но нам так прилично там еще было катать поэтому было принято решение отправиться на драмонт и выполнять задачи на драмонт и и Продолжение следует... 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 Так, вот он распуск 14 косариков стоит, между прочим Везде-то яма была Опять же, зря я сюда Хотел, чтобы не мешал прицепу На самом деле, ну, посмотрим сейчас Надо попытаться как-то так развернуться Параллельно вот этой телеге Хотя, наверное, это не имеет большого значения Потому что все равно надо раскидывать бревна Мы их там не выцарапаем Смотрите, телеги Да, придется, их придется раскидывать, ребят Их придется раскидывать Так, как это лучше сделать Так, что ли? Так, подожди, подожди, я понял Сейчас он поедет, куда нам не надо Так, надо вот так вот сделать поровней Телега начала свою путь, куда нам не надо Так, хорошо Теперь бы ее обратно Не получится В этой игре, если сразу что-то не получается То лучше и не стоит продолжать Значит, это, скорее всего, и не получится Так, проверяем Раз, два, три Четыре, пять, шесть Ага Вот тот тоже нужен Ну, ладно, давайте прям так, чем время тратим Так, получится, его там взять-то нет Так, ты там что, телега, что ли, поднимаешь? То мощей не было, то вдруг откуда-то появились Так, я вижу, что мне там флитстар накренился сильно Да, возвращай, ты ее обратно Ну, че это, ребят, че это Ничего не могу понять, почему так Ай, бренд А, и телега еще до кучи упала, да? Я ж опоры поставил, ну, что за фига В чем такой неустойчивый Падает, блин, надо будет его все-таки переместить Так Так Так, давайте все-таки переместим Мало, конечно, топлива На все эти дела Так Так, вот еще и для этого здесь трактор Ну, трактор сам там подопсох Нормально так Так, давайте все-таки переместим Так Немножко неправильно я еду Все-таки надо передачка, наверное Так, давайте все-таки переместим Так, давайте все-таки переместим Так, он там как еще? Взял, нет, нет. Ще, это за фигня такая, не пойму. Че, так и будешь постоянно, что ли? Взял, нет. Так. Да, кривовасто там все это дело лежит. Может, я что-то плохо вижу там сейчас. Так, 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 так. Так, вот не она. Ну, в принципе, тут можно как бы так оставить. Машина еще колбасит и топлива мало. Нам, получается, все вот эти надо дощечки. Грёвушки, конечно. Так. 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 Пойдет. Так, теперь наверх. Так. Так. что с этими бревнами они постоянно на какую-то сторону мы тренируем специального еще не могу понять это такой бред вообще это скрипт что ли работает вроде ровно берешь они сами сползают еще не сползает видимо прикручение вот этот скрипт срабатывает начинаешь вращать и начинают именно автоматически сползать установить заправить пасифика да надеюсь чем там хватит горючего так значит пересесть так а че это я место не оставил главное все экономлю топлива как он проезжать-то здесь будет вот вообще нифига не вижу мне еще за этим ехать так присесть так присесть Продолжение следует... 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 чего он еще и это неудачно тут управлять заставляет неудачно а и 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 Продолжение следует... Так, восстановить и упаковать. Ну и сдать. Есть. Помощь острова выполнили. Теперь быстренько варим отсюда. Насколько это вообще возможно. Потому что топлива очень мало осталось. А нам еще надо поделиться с... Хотя что поделиться? Ну да, поделиться придется. Я в том плане, что... Одна из машин может самостоятельно съездить... Заправиться. Только проблема в том, что надо телеги везти и все остальное барахло. Продолжение следует... Счетом за счет цепляется на телеге. Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Так, 88 осталось. И надо отвезти телеги и вот эту вот фигню. А этому еще и распуск забрать надо. Ладно, ребят, я думаю на этом завершим, потому что мы задание, в общем-то, еще одно выполнили. У нас остается... Давайте посмотрим, что... Все-таки, да, дозаправка здесь остро была нужна. Она вроде недалеко, но туда я бочку точно не упру. Но одна из двух машин доедет прям Точникова. Можно, в принципе, метнуться одной из двух машин для того, чтобы дозаправиться и, в принципе, как бы потом продолжить. Так, где тут у меня... Остается последнее задание. Оно же для меня самое сложное, потому что придется возвращаться на дамбу. Доступный лес, ребят, принять. Значит, тут что у нас? Так, островное озеро. Давайте посмотрим. Островное озеро. Так, здесь у нас загрузка средние бревна предлагает. Вот сюда нам надо лесопилку. Средние бревна три ходки и длинные бревна две ходки. Но длинные бревна у нас есть. Надо будет еще загрузить, потому что длинные бревна нужны к дому Нортона, чтобы его. А Нортон находится на Сметвильской дамбе. Можно было, в принципе, еще тогда к нему отвезти. Но напряг с топливом у нас уже тогда был, кстати говоря. Поэтому хорошо, что не взялся. Вот. А так, в принципе, здесь полным-полно топлива. Посмотрим сюда, спустимся, проедем, разберемся. Какую-то цистерну, наверное, с собой возьмем. А может и не будем брать, посмотрим. Да, вообще-то придется взять какую-то. Вот. Проблема в том, что у нас дофигища прицепов. И всего, по факту, три машины. Причем одна из них выступает в качестве прицепа. В качестве прицепа у нас выступает White Western Star. Великий и ужасный. Потому что прочие машины не могут тащить в пяти слотовик. Вернее, не могут, но на тот же трактор там идет удлиненный распуск. Без него тоже никак. White, этот White, говорю, этот. Fleet Star тащит две телеги. Ну, вот тут телеги опять две, наверное, понадобятся. Средние приема на три уже телега. Три ходки, это уже одна телега. А тут еще средние две. Короче, две полные телеги понадобятся. Снова. Вот. Другой вопрос, что здесь телеги эти, возможно, есть. Так, здесь цистерна. Бортовой прицеп один есть. Но вот его тащить здесь. Такой вопрос хороший. А это что у нас? Цистерна. Ага, и вот, да? Бортовой прицеп тоже. В принципе, здесь есть пара бортовых прицепов. Это говорит о том, что я, в принципе, сюда могу не брать бортовые прицепы. Но только в том случае, если загружаться бревнами в этом месте, средними. Да, в этом случае это меня частично избавит от кое-какого гемора, но опять же. Тут также есть бортовой полуприцеп. Ага. Но все равно пришлось бы тащить сюда White Western Star, потому что, ну, на что его цеплять этот бортовой полуприцеп? То бишь, нужна специальная машина. Вот. Ну ладно, ребят, я это все продумать попытаюсь в следующий раз. Подумаем, что и как. Дофигища осталось возить. Наверное, это самое сложное. То, что надо возить, потому что две карты задействованы сразу, да? Тобишь, Дамба и вот это вот Островное озеро. Ну да ладно. Давайте, значит, подведем итоги. Ну, как раз день, да, настал. Вот, чего нам удалось добиться. 296,750. Ну, это уже чуть-чуть больше, чем мы потратили на обе телеги, да? Там было, по-моему, 295. И 240 опыта. Сейчас уже, видите, надо 3000 до следующего уровня. То бишь, еще там надо 800, сколько там, 60, да? Очков. И давайте вот сюда еще поглядим. Это по-прежнему сложный режим. Ничего не менялось. Да, тут пришлось покувыркаться с этими бревнами, телегами. Кстати, одна телега у нас полностью заполнена. Это 3 ходки, по-моему. Вот. Ее мы 100% заберем. Чтобы меньше потом загружать. Там у нас где-то валяется еще этот, надо роспуск взять. Я мог бы, конечно. Да, наверное, так и сделаю. Я, наверное, знаете, как сделаю? Телегу. А, у нас же еще вот это. Я все время забываю про вот этот отдельный прицеп, который для средних бревен. Все думаю, что он не нужен, потому что действительно у меня в голове, что вот этих вот телег хватает вообще для всего. Но тут же лес возить надо, поэтому. Да. Я тут встрял с горючим. Какая-то одна машина вырвется, другая нет. Ну, вот это вот решим в следующий раз. Ладно, ребят, я благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Обязательно ставьте свои какие-то оценки, оставляйте свои комментарии. Я все читаю, всем стараюсь ответить. Всем пока-пока. Увидимся.